Ничего себе он скользкий! Как подводный огурец! Из неё что-то льётся, ребят! Это мышиный яд! Нет, это типа мышиная кровь! В школу тебе пора! Скоро 1 сентября! Не напоминай, папа! Тихо! Тсс! Отстань! А? Что? Что это? Зачем ты убила Рики? Ты что? Привет! Ты на канале Magic Pets! Привет! А Миша лайк! Миша, как всегда, не очень в тему! Привет, ребята! И сегодня у нас будет супер-мега-эпичное видео! Потому что впервые у нас столько всего! Очень много антистрессов! И не только антистрессов! Обязательно подписывайся на канал, потому что скоро у нас уже будет миллион! Наш первый миллион! Я даже нашёл тут подходящий сквиш! И вообще-то София у нас не первый миллион! Ну да, ты прав! У нас ещё на других каналах уже больше миллионов! На Magic Family и на Анином канале Animagic уже почти по полтора миллиона! Это же не настоящий ремон! Его даже съесть нельзя! Ой, упал! Юмичу, ну ты как всегда сорянчик! А теперь? Миша лайк! Миша имеет в виду, что ставь лайк! Ох, Миша, ну да, в целом Мишаня права! Если поставишь лайк, то видео будут выходить чаще! Да, действительно, ролики летом стали выходить немного реже, но... Но всё потому что... Потому что все, кроме меня, ленивые пушистые жопки! А-а-а, разве? А я думала, так и надо! Лайк! Это не правда! Правда в том, что летом все ходят гулять! Даже хомяки! Например, наш Рикки впервые этим летом был на прогулке! Точно! И это была не простая прогулка, между прочим! Потому что Аня несколько месяцев собирала пластиковые бутылки! Чтобы сделать для Рикки туннель-лабиринт! И она это сделала! А может быть, ребята уже в курсе? Откуда я не могу знать? Вообще-то сегодня, вместе с нашим роликом, на менеджер-самеле тоже ролик! Брр, как это я пропустил! Значит, ты пропустил и про конкурс! На 30 победителей с подарками от нас! И про таракана-шипера! Про летёнка Гэри! Э-э-э-э! И про переселение муравьёв в эпик-влоге 24 часа со всеми питомцами! И про Анину аллергию на Рикки! А где я был? Короче, посмотришь, ссылка будет внизу! Мда! О, привет, ребят! Чё делаете? У нас тут шок! Вы про Момо? Э-э-э, кто такой Момо? Ну, про два новых ролика на моём канале! У вас тут что-то упало, ребят! Я просто думала, вы испугались Момо! Я сняла смешилки-страшилки! И звонок, и переписку с Момо по Ватсап! Надо посмотреть! Ну, мы вообще хотели, вот чё, показать тебе! Столько лизунов, антистрессов, сквиши и всяких прикольных штук! И что вы планируете со всем этим делать? А вот сейчас-то мы ими и займёмся! А ты пока голосуй! И пиши волшебные комментарии! Потому что они появляются в ролике! Помните, ребята, мы с вами кинули в блендер целую кучу разных лизунов, и получился гигантский лизун! И вот, мэджики предложили оставить его, и посмотреть, что будет с ним через пару недель! И вот какой он стал равномерный! Блестящий! И даже не испортился, а наоборот, стал, по-моему, красивее! Он такой бледно-сиреневый, с блёстками внутри, и, ну, очень тяжёлый и большой! Намного больше моих рук! А ещё он холодненький! Это реально гигантский антистресс! И с ним очень прикольно, ммм, как бы выразиться! Антистресситься! Покемон придумала новое слово! Эм, ну да, так вот, как вам идея всех сегодняшних лизунов, которых мы найдём среди этой кучи антистрессов, добавить к нему, смешать их с ним в блендере, и сделать этого гиганта ещё более гигантским? Крутяк! Класс! Круто! Аааа, прикольно! Только у нас тут не одни лизуны! Ну, мы сейчас разберёмся! Заодно ребятам всё покажем! Это, я так понимаю, брелок сквиш? Типа печенька! Значит, это будет команда сквишей! Ой, порвался! Эм, ну ладно! Это такой очень прикольный милый зайчик, а в записке написано, что он для Юмичу! Давай его сюда мне! Нет, я тебе его не дам, потому что он будет в команде сквишей! Ладно, он же всё равно несъедобный! Нет, это же зайка сквиш, Юми! Ну, тогда ладно! Ой, я не могу! Сквиш-лимончик! Кстати, у вас скоро миллион на канале! Может, нам клип снять, как все блогеры делают? Так прикольно, что ты сжимаешь его, и он восстанавливается потом обратно! А что это там такое валяется? Это же тоже сквишик розовый медведь! Кто его украл, признавайтесь! Это точно не я! Софи! Это Юмичу, правда! Я тут ни при чём! Как всегда! Так, в команду сквишей сквиш-брелок-смайлик! Как же они прикольно восстанавливаются обратно! Мороженки мы любим! И она большая! А сверху она посыпана вкусняшкой! Но она несъедобная, конечно же! Как она классно сжимается! Прикольный сквишик! Смотри, Ань, какой большой сквиш-бургер! Думаете, это сквиш? Давайте посмотрим! Ну что? Это не сквиш, ребята, это блокнот! Две типа поролоновые булочки, а внутри типа еда, но это цветные листочки! Аня, ты уверена, что его нельзя съесть? Софину, посмотри сама! Да, не пахнет! Так что, это у нас не антистресс! А, значит, этот глазастик тоже не сквиш! Посмотрим! Ну, вообще это похоже на сквиш! Но он какой-то твердоватый! Твердоватый! Он не сжимается полностью, как сквиш, и не восстанавливается! Может, это просто игрушка? Покажи-ка! Несъедобный! Признавайся! Юмичу игрушки не разговаривают! Разговаривают! А вот самый гигантский сквишань! Вот этот вот? Ага! И правда, очень большой, с мою ладошку! Панда! Космическая панда! Большой сквиш еще приятнее сжимать! Он так быстро возвращается обратно! Милая пандочка! Жалко, у нас нет рука, мы не можем это попробовать! Раз, Юмичу, ты веришь, что игрушки разговаривают? Давай, смотри! Мистер панда с тобой говорит! Ань, ты че, издеваешься? Почему? Ну ты же веришь, что они говорящие? Ну смотри! Я мистер панда! Я говорю с тобой! Юмичу покемон! Отстань! Ты ничего не понимаешь! Ну ладно, не обижайся, Юмичу! Итого у нас семь сквишей и непонятный чудик с глазами! Пусть ребята придумают, какой нам провести эксперимент со сквишами! Давайте скорее посмотрим на антитрессы! А как же лизуны? И лизуны попозже! Ну, как скажете, давайте начнем вот с этого вот странного существа! Ой, он выскальзывает из рук! Антистресс, убегун! Я, кстати, подозреваю, у него есть какое-то свое название! Он такой гладкий, и у него что-то внутри типа воды, с рыбками! Длинненький, овальный, и как бы дыра такая насквозь! Его можно сжимать, и он не рвется! Ух ты, какой пузырь получается! И в нем рыбы плавают! Это такая странная штука, ребят! Он похож на надувной лежак? Это вообще очень странная вещь, и не знаю, на что она похожа! Может, ребята знают, что это? Он розовый, но внутри, я думаю, вода, и там плавают рыбки! Странная штука! Мне кажется, мы должны ее оставить на уничтожении и посмотреть, что внутри! Да, в самом ближайшем видео мы будем снимать, что внутри всех сегодня найденных нами антистрессов! А пока давайте... О! Он опять упал! Ничего себе, он скользкий! Как подводный огурец! Видите? Ладно, отложим его пока! И посмотрим, что это за мышь! Белая крыска! Антистресс! Она растягивается! Но внутри у нее как будто что-то есть! Попробуй сдавить! Ух ты! Какой получается странный пузырь! Может, там какой-то гель? Не знаю, непонятно пока! Но она очень прикольная! Она очень мягкая, как будто силиконовая! И из-за того, что она белая, и внутри жидкость прозрачная, она какая-то очень странная! Аня, попробуй стянуть ее поперек! Поперек? Ух ты! Я боюсь ее порвать! Кажется, я проткнула ее ногтем! Из нее что-то льется, ребят! Это мышиный яд! Нет, это типа мышиная кровь! Срочно нужен таз! Ой-ой-ой! По-моему, ничем не пахнет, это просто вода! В общем, уничтожение антистрессов уже началось! Похоже, что так! Сейчас я выдавлю всю эту жидкость из нее! Дави до конца! Все, точно выжила! Осталась одна мышка! Смотри, киса Алиса! По-моему, там была просто внутри вода! А от мышки остался белый силиконовый чехол! Или это настоящая мышь? Может быть и настоящая Алиса! Смотри, как она прыгает! Ты за хвост ее держишь! Дай! Это не я! Че ты ворешь? Смотрите, как хвостик у нее тянется! На самом деле, эту мышку можно все равно использовать как антистресс! Просто теперь у нее нет внутри никакой жидкости! Вот как она растягивается! Хочешь, Алисе, я подарю тебе ее? Давай! Мышка, мышка, мышка! Крыска! Мне кажется, крыски намного больше! И у белых крысок обычно красные глаза! Отдай! Ну отдай! Отдай! Можешь немного поиграть, но смотри, после того, когда снимем видео, я у тебя ее заберу! Ладно, ладно! Иди уже! Так, ребята, давайте посмотрим, что у нас из антистрессов еще тут есть! Целых четыре бомбочки! Уже осталось три, Юмичу! И одна маленькая! А, это те самые антистрессы с сетками! Сжимаешь, они такой звук смешной издают! Они такие прикольные? Да! Ух ты! А этот цветной! Почему? Ну, они, наверное, разных цветов бывают! Смотрите, у него прыщичек вылез! Заткнем его обратно! Прикольно, мне нравится! Будем их уничтожать потом! Ой, вот этот зеленый очень прикольный! Мы уже уничтожали один такой! Че-то я не помню, что было внутри! Юмичу, дай вот этого мелкого сюда! Отдай, Юми! Да я отдаю! Щетка в жубах застреляет! Давай, давай! Так, этот самый маленький из них! Ух ты, вы видели? Что такое? Прости, Эйвен, что не напугала тебя! Просто он фиолетовый! А когда его сжимаешь... Вылазит пузырь красного цвета! Точно! Ну, наверное, это от того, что чехол этот растягивается? Зеленый намного больше, смотрите! Ой, кажется, он немножко порвался! Ладно, все равно мы будем смотреть, что внутри! Почему-то мне кажется, что они прозрачные! А цвет от того, что внутри там цветная штука! Что-то вроде геля, да? Потом посмотрим, да? Да, в другой раз обязательно! О, какие же они странные! А вот эти два, они немножко другие! И сетка у них белая, а не черная! Они как будто не такие плотные, немножко помягче! Может быть, у них внутри что-то другое? Интересная теория! Вот скоро мы ее узнаем! Так, добавим этих четырех в команду антистрессов! Смотри, тут есть такие странные чуваки! Это не чуваки, Юми, это антистрессы! Но они такие какие-то странные! Это типа апельсин, что ли? Можно кушать? Тебе нельзя такое! И апельсины тоже! Так, этих ребят я действительно вижу первый раз в жизни! Снаружи опять какой-то мягкий силикон, а внутри какое-то желе! А может быть, раздавленные орбизы? Думаешь? Может быть, просто эти антистрессы уже хорошенько помял кто-то! Кстати, Эйван, может быть, ты и прав! Но вот эта апельсинка с оранжевым внутри, она совсем не такая, как вот эта блестяшка! Как будто какая-то мокрая соль! Я не пойму, что у нее внутри, но блестки, по-моему, точно снаружи! Вот это будет интересно узнать! В команду на уничтожение! Софи, ты что там делаешь? Мы из Миши нашли сквиш! Где вы его нашли? Видимо, кто-то из вас его утащил! Это все киса Алиса! Желтый сквиш, солнышко, в команду сквишей! Почему вы все время валите друг на друга, я не понимаю! Я тоже! Ну что, добивай мои антистрессы! Мамка жгет! Не жгет, а жжет, Юмичу! Школу тебе пора! Скоро 1 сентября! Не напоминай, папа! Короче, смотрите, тут такая странность! Вроде как, наши мэджики объяснили нам, что такое сквиши! Но у меня возник вопрос! А вот это кто такие тогда? Разве это не сквиши? Или это какой-то другой вид антистрессов? В общем, у нас есть целая куча каких-то странных существ! Они как будто силиконовые! Они не сдуваются и потом возвращаются к форме! Они просто мягенькие, как желешечки! Черепашонок! Может нам черепашку завести? Погодите, я мэджиком объясняю! Слониха! Юми, это слоник! Или слониха! Киса-лиса! Да, японская кошечка! Лежит на спине, милашка! Еще уже не первый раз я встречаю вот такого единорога! Дай-ка, не мешай! Аня объясняет! Ой-ой-ой! Целых 2 тюленя! Даже 3, один из них розовый! И вот все они мягкие и тянучие! И в чем вопрос-то, Ань? В том, что я раньше думала, что это сквиши! А кто же это такие тогда? Какие-то непонятные, очень мягкие, приятные, на ощупь тянущиеся существа! И чаще всего в виде животных! Я прям не могу описать даже это ощущение! Они как бархатные! Но при этом они, наверное, силиконовые! Их очень приятно держать в руках, щупать, трогать! Может все-таки это просто какие-то антистрессы? Скорее всего, но у них наверняка есть свое название! Единорожек тоже очень сильно тянется прям! И вдоль, и поперек, и в длину, и всякое разное! Кстати, а вот черепашка менее тянучая! Наверное, из-за панциря! Все, кто беленькие, я заметила, они более мягкие! Смотрите на слоненка! А еще они немножко липкие! Их даже можно соединить, мне кажется, и они слипнут совсем! Поэтому на них налипает всякая пыль и шерсть! Короче, не знаю я, кто эти семь существ будут отдельной командой! Может быть, мы придумаем, что с ними сделать! Развезать может? А может это заморозить? Или пожарить? Что это в этом уронили? Мы думаем, это тоже какой-то антистресс! Хм, какой-то розовый шарик пупырчатый! Нет, ребят, мне кажется, это массажный шарик, игрушка! Вряд ли это антистресс! У нас осталось 4 персонажа! Давай зубастик! Эх, ребят, боюсь вас расстроить, но мне кажется, это тоже не антистресс! А просто смешная игрушка с волосами! Ну, это же антистресс волосы! Антистресс волосатик зубастик! У него еще глаза есть! Хотя, может быть, у него что-то и есть внутри! Проверим потом! Так, а это что такое? Салатовые сопельки! Юми, что, опять ты? То какашки, то сопельки! Да что ж с тобой не так? Что это? Может, Юми в первый раз она права? Нет, это какая-то штука! Короче, эта салатовая штука очень липкая! Просто нереально липкая! И это рука! Рука на шнурочке! Она тянучая, тоненькая и ужасно липучая! А шнурочек вдевается в палец! Тихо! Тсс! Отстань! А, что? Что это? Рука, киса Лиза! Какой ужас! Рука? Что за кошмар? Ализа, ну ты что? А, убери! Убери этот ужас! Да это просто антистресс! Липучная рука! Ею даже играть можно! Ты же любишь такое! Как это? Смотри, я сейчас сделаю твою любимую штуку! Так, смотреть, что внутри этого антистресса не на что! Но мы его сохраним! Мало ли для чего она нам пригодится! Еще змея есть! С ними тоже, я думаю, можно что-нибудь придумать! Какой-нибудь интересный эксперимент! А змея мне кое-что напоминает! У нас был этот, мастер, липучка! Только это был дельфин! И не один, а целых два! И обоих мы уничтожили! Давай, не открывай шкры! А, кажется, я ошибалась, ребята! Змея намного более тянучая, чем дельфин! И она намного более липучая, уверяю тебя, Софи! Короче, что-то супер-мега липкое! И супер-мега тянучая! Дай-дай-дай-дай! Раз сопли убрала! Какие еще сопли, Алиса? Соратываю руку! Змея тебя впечатлит намного больше! Ну дай! Ой, какая липучка! Смотрите, какой у нее язычок! На самом деле, это она сейчас такая чистая и прозрачная! А пожрать ее нельзя? Нет, Юмичу, лишь бы все съесть! Короче, мне кажется, через пару минут она уже будет вся в пыли и грязи! Юми, хватит ее лизать! Давай, поехали играть! Так, давайте ее припрячем для каких-нибудь наших задумок! Киса-лис, что ты там держишь? Хомяка! Зачем ты убила Рики, ты что? Это не Рики! Неужели ты думаешь, я бы съела Рики? Ну знаешь, мало ли, кто тебя знает, ты же все-таки кошка! Я собака! А кто это такой? Толстый хомяк! Так, хомяк! И что он тут делает? Это антистресс! Похож на обычную игрушку! Ну-ка! Ух ты! Слышите, какой звук? У него внутри явно что-то есть! Как песок какой-то! Но не песок! Он очень тянучий, но очень твердый и плотный! Первый раз такое вижу! Прикольный зверек! Щетки надуваются и получаются такими белыми шариками! А вот там-то и видно, что внутри! Нет, не разглядишь! Какой странный звук! Как будто там что-то мелкое и сыпучее! А может быть и жидкость? Фиг его знает! Надо его порастягивать во все стороны! Фу, когда растягиваешь, такие вены белые получаются вместо шерсти! Интересный антистресс! Да, первый раз у нас такой зверек! Будет очень интересно узнать, что у него внутри! Хотя он такой милый, не очень-то хочется его уничтожать! Итак, у нас 6 антистрессов-шаров, 5 странненьких антистрессов, 2 очень необычных и 7 существ! Крутое будет видео! Че-то я устала! И мне пора снимать смешилкиных, чтобы они завтра вышли! Завтра? Ага! На канале Нюэнжик! А что же с лизунами, слизями и так далее? В следующем видео мы их засунем в блендер вместе с нашим гигантом! Хотя можем и сейчас попробовать, если Алиска не совсем устала! А то она целый день гонялась за мухами! Давай, Алис! Не хочу! Давай, слазь, Алис, давай! Мне лень! Я тоже устала! Ну давай! Нет! Иди, снимай смешилкиных, чтобы завтра успели выйти! А блендер в следующий раз! Алисыч, ну... Не хочу! Кис, Алиса, ну давай! Нет! Иди, снимай смешилкиных! Ладно, Ань, правда все че-то уже устали! Да жррдаки вон ушли! Фух, ну и хорошо! Я хотя бы Алиску уберу попрощаться! Скоро в следующих выпусках будем уничтожать антистрессы и смешивать в блендере нашего гигантского лизуна со всей этой кучей разных лизунов! А ты б иди смотреть новые видео на других каналах, особенно в лабиринт-туннель для Рики, там конкурс! Скорее успей подписаться, голосуй в вопросе, пиши свой комментарий и подписывайся на наш инстаграм, чтобы быть в курсе всех новостей из нашей жизни! Миша, лайк! Да!